мы находимся сейчас в доме построенном из паризованного кирпича фактически дом трехэтажный процессе строительства заказчик решил сделать мансардный третий этаж теплым в качестве технологии по которой делать эту крышу он выбрал сип панели не секрет что более 30 процентов тепла в загородном доме да и наверное в любом другом уходит именно через крышу дом большой затраты на отопление в этом доме тоже могут быть большими поэтому владелец дома выбрал именно такую технологию чтобы снизить теплопотери уходящие через крышу тем самым сэкономив в том числе на отопление 99 процентов крыш скатных особенно в частном загородном домостроении это простая стропильная система из доски которая утепляется минераловатными утеплителями соответственно при монтаже этих крыш присутствует очень много человеческого фактора монтажник который производит эти работы должен плотно эту вату уложить в скатных крышах мансардных этажах очень слабым узлом является примыкание стропильной системы к маурлату к стенам этого дома соответственно туда тоже вату нужно положить очень плотно сделать качественно это достаточно сложно нужно правильно выбрать мембрану в каркасной крыше бывает даже случай что это мембрана укладывают не той стороной поэтому сип панели кардинально отличается технология от каркасных скатных крыш такая панель к проклеена по всей поверхности принципе при большом желании ее разорвать невозможно утеплитель который используется в сэндвич панелях он не боится влаги соответственно в дождливую погоду эту крышу тоже можно собирать в отличие от классической каркасной технологии где используется минераловатный утеплитель который класть можно только лишь после того как уложена уже например металлочерепица финишное покрытие да и закрыта вообще в принципе теплый контур здесь же такой проблемы нет за счет того что по сути это композитный материал при проектировании проектировщик может учитывать такой фактор немаловажный что эта панель может нести еще дополнительную нагрузку здесь используется как утеплитель пенополистирол сравнении с минераловатными утеплителями может достичь при толщине скажем 150 миллиметров утепления может достичь таких же показателей как и минераловатных при утеплении в 200 миллиметров соответственно здесь можно сэкономить на пиломатериалах толщину крыши можно сделать меньше какие же материалы используются при сборке крыши сип панелей но это сами сип панели важный момент они пилятся на производстве приезжает уже готовой формы на строительную площадку то есть настройки ничего не пилится и эти панели никак не обрабатываются важный момент по сути каркасом в сип технологии является дерево в каждой панели есть паз куда вставляется такой вот деревянный замок паз предварительно пропенивается монтажной пеной чтобы не было никаких пустот ставится деревянный замок и крепится саморезами через каждые 10-15 сантиметров то есть сам деревянный замок является по сути несущим элементом в этом каркасе является стропильной системой а сип панели являются ограждающей конструкцией и соответственно утеплителем любое строение включая и крышу на мансардном этаже должно делаться по проекту для данного объекта был сделан вот такой вот проект это конструктивное решение и соответственно документация необходимая для производства сэндвич панелей здесь расписан деревянный каркас указаны эскизы сэндвич панелей их размеры и габариты как их пилить указана та нагрузка по которой считался этот проект указан снеговой район и другая необходимая документация для того чтобы построить крышу на этом доме например проект для дома который будет строиться в сочи не подойдет для тюменской области поэтому важно именно если делается дом там вот в определенном месте чтобы проект делался именно для этого снегового района и для этого места учитывались снеговые и ветровые и другие нагрузки третий этаж в этом по сути кирпичном доме не имеет ни внутренних перегородок ничего то есть здесь очень свободная планировка поэтому проектировщику пришлось использовать вот такие вот балки клеены конструкции этой крыши для того чтобы на нее опирать уже эти сэндвич панели и важно использовать именно те материалы тот сортамент материалов такими характеристиками как указано в проекте то есть не заменять например клееной конструкции более дешевыми материалами мир сращивать доску и делать такое же наборное сечение но уже и срочные доски какая бы ни была технология стен в любом случае каркасная крыша да и сип крыши укладывается сначала на маурлат этот маурлат крепится к несущим стенам в зависимости от того основания которое будет на этих несущих стенах в данном случае на порезованный кирпич сделан вот такой вот армопояс бетонный высота его примерно 150 миллиметров и на него уже крепится вот этого деревянная конструкция вот так как здесь разные материалы по своей структуре это дерево это бетон важно защитить пиломатериалы от бетона от конденсата и вот этих всех процессов делается с помощью вот такой вот бетонной гидроизоляции как крепится маурлат к этому бетонному основанию с помощью вот таких вот саморезов по бетону сначала укладывается одна доска делаются отверстия шагом где-то метр метр двадцать бурится и уже с помощью либо мощного перфоратора либо шуруповерта вот этим саморезом притягивается одна доска к бетонному армопоясу на него уже крепится маурлат все в технологии маурлат имеет не прямоугольную форму а трапециевидную для того чтобы сюда можно было вот эту сэндвич панель уложить и уже вот этот вот маурлат состоящий нескольких досок крепится к первой доске с помощью вот таких вот саморезов эти саморезы специальные то есть их диаметр 8 миллиметров их длина выбирается зависимости от толщины этого маурлата вы можете в сороковую доску в торец его вкручивать вот этого диаметром 8 миллиметров он сам просверлится закрутиться и доска не распадется также как и вот этот маурлат жестко крепится к бетону с помощью вот таких вот саморезов также и вот эти вот несущие балки из клееного бруса к маурлату а в местах примыкания вот там вот и бетонному по сути основанию до крепится тоже с помощью таких вот саморезов интересный факт что вот один такой саморез на срез держит нагрузку порядка 200 килограмм соответственно количество этих саморезов и шаг тоже величина расчетная в зависимости от той нагрузки который приходит на эту крышу и на конкретные элементы количество таких саморезов рассчитываются и поставляется согласно спецификации как происходит монтаж нам урата вкладывается сип панель она пристреливается такими маленькими саморезами к маурлату просто для того чтобы не упасть и после этого вставляется вот такой вот деревянный замок суда уже ставится следующая сэндвич панели все они крепятся саморезами по сути вот этот вот деревянный замок и является стропильной системой но он не должен держаться на таких вот маленьких саморезах и соответственно вот этот саморез который мы использовали в креплении маурлата клееных балок он также используется и в креплении вот этого деревянного замка то есть он проходит насквозь и своей резьбой садится в маурлат таким образом этот замок жестко прикрепляется уже к маурлату и к несущим стенам этого дома какая бы ни была технология стен такой подход конструктиву крепление крыши через маурлат является универсальной в данной ситуации технология это порезованный кирпич по нему вылет армопояс и к нему прикреплен маурлат если это был бы газоветонный блок то использовался бы тому образный блок и тоже заливался бы какой-то армопояс то есть схема универсальной меняется ток и крепеж когда заканчивается монтаж сип крыши или в принципе конструкции дома и сип панелей закрывается теплый контур мы обычно делаем тепловизорное обследование для того чтобы понять если какие-то проблемы при сборке когда делается съемка тепловизором то вот эта стена либо крыша с точки зрения тепловизорного обследования и потерь тепла выглядит монолитом то есть потерь тепла в этой технологии практически нет они очень маленькие крыши по сип технологии с использованием таких панелей собираются в два-три раза быстрее чем классический каркас нет сезонности так как здесь нет вообще никаких мокрых процессов и утеплитель и сип панели не боятся влажности не боятся никаких осадков снег можно просто счистить а скажем дождь этот утеплитель влаги не боится по стоимости они конечно дороже чем каркасные крыши но тут смотря что сравнивать если мы будем смотреть вперед и будем смотреть эксплуатационные расходы будем обращать внимание на то что здесь нет человеческого фактора и вам не придется переделать эту крышу то через несколько лет эти стоимости выравниваются за счет эксплуатационных расходов сейчас все панели не часто используются при строительстве домов из газобетона кирпича до при строительстве крыш но за счет своей технологичности экологичности и теплоты я думаю что их будет использовать все чаще а и Продолжение следует...